Начинающая художница Полина в школе рисует то, что нужно, а для нас сегодня изображает кота, как может. Она тоже видела в соцсетях пост, как бы выглядели животные, придумая их ребенок. Уж не на природу, но на искусство. Скульптуру. Полина ради нас посигнула. Я бы хотела поставить его где-нибудь около зоу-магазина. Я, наверное, ему дала в руки какую-нибудь маленькую подушечку, либо, допустим, какую-нибудь мышку. При всей неказистости ее произведение вопросов бы не вызвало. Жаль, что у барнаульских малых архитектурных форм эскизов часто нет. Это чудо из подручных средств. Играющих детей мы тут не увидели. Скульптуры на детских площадках создаются для хорошего настроения ребятишек. Ну, во всяком случае, так должно быть. Вот это, например, судя по всему, Баба-Ягай. Невооруженным взглядом видно, создатели продумали все до мелочей. Лавочки в парке Центрального района. Они как будто говорят, не садись. Двор на Советской улице и свой урфинджуз – отрицательный персонаж и сказки о волшебной стране-изумрудном городе. За этим творчеством стоит дух, какой-то дух определенный. Никаких баб-ежек, никаких, знаете, кощеев бессмертных. То есть не должны пугать и не должны вселять страх детей. А эту детскую площадку соорудили по адресу Деповская, 26. Украшают ее прибитые к дереву гвоздями мягкие игрушки. И, судя по всему, уже не один сезон. Скорее всего, свой досуг здесь проводят явно не дети. По словам жителей, здесь частенько собираются любители вечернего променада. Детей сюда играть не пускают. Впрочем, они и сами не горят желанием. А тебе не жалко игрушки, которые прибили гвоздями к дереву? Жалко. Потому что с ними можно вообще… Если не нравится, можно кому-нибудь отдать. Конечно, нет. Во-первых, деревьям вред наносится. А во-вторых, где здесь играть? Посмотрите, что творится. Свалка какая-то. Некрасиво. Все под дождем облезло. Нет. Вот дерево есть, дерево, конечно. Это уже смотрится. Дело в том, что дизайнерами двора и творцами фигур может выступить любой. А там на свой художественный вкус строгает, лепит, варит. Для установки такой самодеятельности во дворах официальных разрешений не нужно. Виктор как раз из таких умельцев. Всю жизнь он занимается профессиональной резкой по дереву. Недавно ему исполнилось 70, но любимое дело не бросает, тем и живет. На его счету тысячи деревянных скульптур. Некоторые из них украшают улицы города. И для дворов он тоже делал фигурки. Вот только уверен, что браться за это любому все же не стоит. Не каждому это и должно доверяться. Например, если кто-то берется делать, этого человека должны проверить, что-то там должен показать, какие там эти вещи, все это, тема. Естественно, эти страшилки не нужны. В мэрии нам пояснили, что судьба спорных фигур во дворах в руках УК. Правда, и тут все решает большинство и чувство прекрасного каждого. Жители другие могут иметь другое мнение и, соответственно, потребовать это снести. И это без решения общего собрания должно быть сразу же снесено. Второе, что управляющая компания за этим должна следить очень жестко за, собственно говоря, за безопасностью данных форм. В мэрии также пояснили, будущее декоративных фигур, которые не состоят ни на чем балансе, тоже решают сами жители. В законодательстве не запрещено возводить красоты на благо двора. Это плюс. Другой вопрос, чтобы красота не стала пугающей. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Мария Микшута, Илья Халяпин.